Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад вас приветствовать на канале. Сегодня хотелось бы поговорить на тему нефть по 300 долларов за баррель. С одной стороны громкое название нефть по 300, с другой стороны я все-таки, как вы знаете, люблю оперировать какими-то фактами. Я сегодня хотел бы поговорить, что влияет на цену, при каких условиях цена на нефть будет 300 долларов за баррель, как на этом можно заработать, как мы с вами в этой истории будем жить, плохо или хорошо, поговорим об этом в видео. Давайте сначала про теорию. В производстве любого сырья есть определенный период. Если мы говорим, например, про нефть, пробуренные разведочные скважины, подтверждение, что нефть есть. Соответственно, туда ведется инфраструктура, туда ставятся производственные мощности по добыче, по транспортировке, то есть, каким образом вы будете до потребителей эту нефть доставлять. Если говорить, например, про сырье сахар, не так, как это в России. В России получают его из сахарной свеклы, а в мире основной сахар получают из тростника. То есть, вам нужно расчистить жунгли, вспахать землю, посадить тростник сахарный, и после того, когда он уже вырастет, вы его собираете, направляете на перерабатывающий завод, отжимаете сок, кристаллизуете, получаете непосредственно сахар. То есть, это не по щелчку происходит, это требует определенного количества времени. Есть так называемая себестоимость добычи нефти, например, или себестоимость производства тонны сахара. Когда цена на нефть снижается, и снижается, соответственно, маржа капиталиста, который он с этого зарабатывает, то капиталист начинает смотреть, а нужно ли ему дальше проводить геологоразведку, а нужно ли ему открывать новые производства. То есть, капиталист зарабатывает всегда в моменте. Джим Роджерс приводит очень интересный пример. Вы можете на одном и том же поле, по сути, выращивать или сахарный тростник, или кофе. И, предположим, у вас падает цена на сахар. Человек вложился в удобрение, в переработку, в ухаживание этого сахарного тростника. И он понимает, что если он сейчас возьмет и продаст этот сахар на рынке, он не компенсирует свои собственные потери. Нужно понимать, что цена падает, когда товара слишком много на рынке. Капиталист смотрит, говорит, зачем мне это производить, а что у нас там с кофе? Наложите два графика, цены на сахар мировые и цены на кофе, они обратно противоположны. Причем цены на кофе 3-4 раза больше, чем себестоимость производства тонны кофе. И он тогда говорит, так, все, ребята, тростник к черту, не будем больше этим заниматься. А на землю мы сажаем кофе. И дело в том, что это делает не один взятый какой-то производитель сахарного тростника, а это все производители, потому что они смотрят на мировую цену, и они все вырубают эти свои поля тростниковые под корень и говорят, к черту все выращиваем кофе, ребята. Но кофе с момента посадки деревьев до момента плодоношения занимает 4-5 лет. И так как кофе находится на высоких значениях, скорее всего, предложения недостаточно, а спрос, допустим, остался на прежнем уровне. И цены длительное время держатся на высоких значениях и даже выше продолжают идти-идти. В это время деревья подрастают, сахарные наоборот вырубают. Сахара все меньше и меньше становится, цены стабилизируются, но расти еще не начинают. А цены на кофе продолжают расти. А через 4 года получилось, что у всех первый урожай, еще незначительный, но начинают поступать на рынок. И первые, кто туда пришел в этот момент, они начинают получать сверхприбыль. Цена по-прежнему высока по сравнению с себестоимостью производства. Начинает возникать небольшой дефицит сахара. Но этому человеку, он говорит, ребят, я 4 года ждал, начал получать прибыль, я сахарный тростник не буду делать, я все равно этого не окуплю. Проходит еще один год. Спрос на сахар остается прежним, но ему поступить неоткуда. А кофе уже на пятый год еще больше приносит. Плюс подтянулись ребята, которые позже аукнулись. Через 6 лет еще больше. И в итоге мы получаем, что через 10 лет у всех, блин, кофей, а сахарный тростник никто по-прежнему не занимается. Я буду с сахаром заниматься только тогда, когда себестоимость его будет как минимум в 2 раза ниже рыночной цены. И возникает дефицит сахара и избыток кофе. И, соответственно, вот эти вот волны, они начинают пересекаться. Цена уже может восстановиться. И цена может являться привлекательной, но ею по-прежнему не занимаются до тех пор, пока все вот эти вот ребята, которые начинают производить кофе, они выходят на рынок, его нужно продать. Высокая маржинальность там, где низкая себестоимость и высокая рыночная цена. Высокая рыночная цена определяется балансом спроса и предложений. Мы получаем сырьевой цикл, который занимает от 7 до 12 лет. В нефти, в нефтегазовых ресурсах, там, соответственно, цикл производства тоже достаточно большой. Почему мы сейчас говорим о том, что начинается новый суперцикл на энергоресурсы? Моя собственная история, да, я неоднократно ее рассказывал. Опять же, после прочтения книжки Джима Роджерса. Ситуация связана с тем, что в нулевых годах внутренняя стоимость газа в Соединенных Штатах Америки составляла где-то 600-700 долларов за 1000 кубометров газа. В Европе Газпром продавал где-то за 350-400 долларов за 1000 кубометров. А Соединенные Штаты Америки были не импортерами. То есть, они закупали сжиженный природный газ, они строили хабы, которые позволяли принимать танкеры, которые приходили с сжиженным природным газом, из жидкого состояния переводить газ в газообразное состояние, по внутренней системе, соответственно, направлять газ по территории Соединенных Штатов Америки. То есть, было недостаточно. Своих традиционных скважин на территории Соединенных Штатов Америки было немного. И была технология сланцевого газа. Он был известен миру еще гораздо раньше, нежели чем традиционные песчаные скважины. Но из-за того, что в сланце этого газа очень мало, у тебя очень высокая себестоимость. То есть себестоимость добычи сланцевого газа на первых парах составляла 250-300 долларов за 1000 кубометров. Получается, когда у Газпрома себестоимость 1000 кубометров составляет 30 долларов, и он экспортирует по 300 в Европу и очень хорошо зарабатывает, традиционная скважина, соответственно, она более выгодна. Те же самые катарцы, австралийцы, когда добывают газ из традиционных скважин, пусть у них 30-50 долларов себестоимость добычи 1000 кубометров, какая-то себестоимость на сжижение, какая-то себестоимость на транспортировку, и пускай у него входная цена на разгрузки в Америке составляет условно 200, и за 700 он зарабатывает 500 долларов с каждой 1000 кубометров. Но когда цена достигла 700, американцы сказали, так, но если за 700 он продается на внутреннем рынке, давайте бурить сланец. Да, 250 это, конечно, дорого, но, блин, за 250 добудем, за 750 продадим, за 700 нормальная маржа. И все поголовно начали бурить. И, соответственно, взяли адовую тучу скважин, набурили там в первую очередь в районе Северной Дакоты. И у них этот газ пошел. У тебя все хранилища заполнены, тебе его деть некуда. И он в итоге падает. Самая низкая цена была в районе 30-40 долларов за 1000 кубометров. Почему такое количество банкротства было сланцевых компаний в Соединенных Штатах Америки? Именно по этой самой причине. Циклы. Высокая цена. Капиталисты хотят на этой высокой цене заработать, начинают, соответственно, использовать. Появляется предложение, цена начинает падать, а предложение ты уменьшить не можешь. Особенно, что касается газа. И поэтому именно на сырьевых товарах и возникают вот эти вот циклы. Чем более длительный производственный процесс, от начала разработки месторождения, до поступления газа или нефти с этого месторождения в какую-то транспортную систему, для того, чтобы поставлять. Занимают очень длительный период, очень высокие затраты на производство. Если взять ту же самую Россию, наиболее доступные месторождения, где развита инфраструктура, они как таковые освоены. То есть надо тебе или в Арктику идти, или куда-нибудь на Сахалин идти, то есть или куда-нибудь на континентальный шельф. Это достаточно большая себестоимость. И тогда у тебя возникает вопрос, а ты, в принципе, готов еще одну платформу поставить сейчас? А вдруг Саудовская Аравия с Америкой подружатся, договорятся и будут там по каким-то ценам продавать? И поэтому возникает, что новой геологоразведки новых мощностей, которые удовлетворяют спрос, не возникает. И если говорить о суперцикле, новом сырьевом суперцикле, который я прогнозирую, может быть, в нефти в том числе, указательным был как раз-таки 20-й год, история, связанная со сланцевой революцией в США. Там просто были последствия. Газовики очень сильно обожглись на газе, цена очень сильно упала. Им, чтобы выжить, они эту технологию начали применять к сланцевой нефти. Потому что природа залегания и нефть и газа, она примерно одинаковая. Еще раз нужно понимать, просто сланец это более плотная порода, чем песчаник. И объем нефти, который находится под землей в этом сланце, он очень маленький. Ты буришь более твердую породу, ты не можешь ее бурить вертикально, ты вынужден бурить ее горизонтально. У тебя очень серьезно увеличивается количество прохода, чтобы дойти до нефти, который в сланце находится. Получается, объем, который ты забираешь, он слишком мал. В течение первых двух лет 80% дебета такой скважины уходит. То есть, ты вынужден постоянно бурить, бурить очень дорогие скважины. Производители сланцевого газа переориентировались на производство сланцевой нефти. Все то же самое, да? И все те же самые проблемы, которые могут сейчас наступить. И получается, что нефть, которую потребляли Соединенные Штаты Америки, они, в принципе, смогли удовлетворять за счет собственных объемов добычи. Но, если традиционная, например, газовая скважина, у нее дебет идет от 30 до 40 лет, то еще раз, дебет сланцевой скважины, сланцевого газа, в первые два года она отдает 80% того, что в ней есть. Несмотря на то, что цена на нефть опять подошла к значениям 90 долларов, если мы смотрим на показатели вышек, скважин и по сланцевой нефти, и по сланцевому газу, почему в Соединенных Штатах Америки не растет? Цена выросла же с 20 долларов за баррель до 80, почти в 4 раза. Почему они тогда по-прежнему не бурят? Потому что понимают, они вернутся к этому только когда цена будет 150-200. Они смогут захеджировать свои риски производственные, и, может быть, тогда они будут новое бурение осуществлять. Но до этого вряд ли кто-то будет говорить об увеличении объемов добычи. И поэтому объемы добычи сокращаются, старые запасы истощаются, спрос никуда не денется. Мало того, сюда еще накладывается фактор долгового пузыря. Будут печатать и евро, и доллары, и юани, и цены просто в сырьевых товарах будут меняться. И поэтому мы говорим, что в следующие 5-10 лет мы столкнемся с наложением двух параллельных эффектов. Если сырьевой суперцикл приводит к тому, что цена от предыдущего максимума вырастает еще в 2-3 раза, я уже объяснил почему, да, постарался объяснить. Сюда у нас еще и накладывается фактор, связанный с тем, что будет эмиссия валюты. И у нас накладывается, во-первых, фактор сырьевого суперцикла. Это получается, если 140-145 долларов за баррель, последний максимум был, то мы можем говорить о том, что баррель нефти будет в следующие 10 лет в районе 280-300 долларов за баррель. Опять же, не сразу. И еще, опять-таки, фактор инфляционный, проинфляционный, который говорит о том, что в следующие 3-4 года может быть дополнительно напечатано порядка 3 триллионов долларов, ну, в долларовом эквиваленте. Это тоже приведет к росту цен на нефть уже не по качественным показателям, а по количественным показателям. То есть, это еще инфляция может дать к цене еще порядка 100% роста. Истинно никто не знает, я стараюсь оперировать вещами, которые более или менее знакомы, и сделать какой-то прогноз. Вот на графике сравнение двух показателей, то есть, черный график – это цена на нефть, темно-зеленый график – это индекс доллара в корзине мировых валют. То есть, получается, с декабря 1996 года по ноябрь 1998 года цена падает почти в два раза. Минимальное значение – никто не хочет производить нефть. Получается, первое идет отскок, по сути, полтора года. После этого опять коррекция, начинаются вкладываться, да, нефть постепенно начинает расти, и вот начинается некий такой взлет, и вот эти вот падения, да, когда я говорю, что надо новые буровые штуки, да, новая инфраструктура, где, куда, чем это все транспортировать, продавать. То есть, цена, получается, вырастает с минимумов в три с половиной раза. То есть, сейчас у нас выросло в два раза. И потом резкий всплеск. Спрос остается на прежнем уровне, цена вырастает там в 12 раз, потом наступает новый кризис. Ну, то есть, вот эта вот вторая волна накладывается, получается, сырьевой суперцикл осени 99-го года по июнь 2008-го года, то есть, 9 лет, коррекция. Что мы наблюдали в последнее время? Падение отскок, и вот здесь вот начинается новый сырьевой суперцикл. Если мы посмотрим на этот же самый график. Во-первых, цена в два раза ниже от цены предыдущего падения, где останавливается, и вырастает в два раза больше от предыдущего пика. Ну, и давайте посмотрим, где мы находимся в настоящий момент. От предыдущего минимума плюс 200% вымахали. До максимумов нам еще 100 и больше процентов. Я не говорю, что это прям со стопроцентной вероятности произойдет. Я просто вам, в принципе, предлагаю подумать над этим, что вы в этом случае будете делать. Все-таки на Россию в этом контексте совершенно другие виды открываются. Это видео в том числе рассчитано на предпринимателей, которые, возможно, на основе того, что я сказал, задумываются над тем, а что мы можем сделать сейчас, взяв сырье, которое производится в России, чтобы его можно было перерабатывать, чтобы сделать товар высокого передела, чтобы прибавочную стоимость оставлять здесь и непосредственно на этом зарабатывать. И если мы, опять-таки, предположим, что российские нефтяные компании через 5 лет будут продавать все свои объемы нефти, которые они сейчас продают, не по 80 долларов за баррель, а будут продавать, например, по 160 долларов за баррель. В два раза дороже. И курс доллара при этом будет, ну, пускай будет 100-110. Подумайте, что произойдет с прибылью российских компаний в этом ключе. Классная история, которая позволяет отлично сейчас вписаться в мою концепцию миллион долларов за 8 долларов в день. Для своих детей создать капитал в миллион долларов, чтобы дать им лучшее мировое образование. Это отличная возможность для того, чтобы сформировать собственную пенсионную программу, чтобы купить акции компаний-производителей сырья, компаний, кто является смежными с этой отраслью и сейчас находятся не в самом лучшем состоянии. Этот сырьевой суперцикл неизбежно отразится на прибыли этих предприятий и на собственниках, которые эти предприятия включили себе в инвестиционный портфель как акционеры. Как это сделать, вы можете на бесплатном мастер-классе. Ссылку на него размещу под данным видео. Проходите, смотрите, присоединяйтесь, используйте этот уникальный момент. Кто-то скажет, что сейчас и на депозитах можно 16-17% получить и облигации привлекательные. Не спорю. Интересно привлекательные? Краткосрочно? Да. Но если говорить о горизонте пятилетнем, сейчас, на мой взгляд, очень хорошая история для того, чтобы покупать акции отдельно взятых компаний, которые будут от этого выигрывать. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok